Переобулся на ходу. В интернете обсуждают скандальное высказывание бывшего советника Офиса Президента Украины Алексея Арестовича. Политик заявил о президентских амбициях и опубликовал предвыборную программу. В ней, среди прочего, Арестович предлагает заключить мир и вступить в НАТО без оккупированных России территорий. Кроме того, в одном из своих постов бывший советник Офиса Президента назвал президента Украины диктатором. Какая реакция последовала за высказываниями Алексея Арестовича, расскажет подробнее моя коллега Мария Александрова. Выступление бывшего внештатного советника Офиса Президента Украины Алексея Арестовича мало кого оставило равнодушным. Российские пропагандисты не исключение. Арестович, по словам завсегдата и в канала Владимира Соловьева, клоун, который держит нос по ветру и моментально реагирует на настроение в обществе. Где-то полгода назад он говорил, горловка, слушайте, горловка это столб, горловку никак нельзя сдать, это всегда, мы ее захватим, мы ее отстоим. Сейчас он проходит полгода, он тут же, не моргнув глазом, он говорит, какая горлока, вы о чем, кому она нужна. Другие пропагандисты принялись искать в поступке украинского политика иностранный след. Западные элиты задумались над тем, как бы сковырнуть Зеленского, говорит прокремлевский политолог Владимир Корнилов. Для этого они используют Арестовича. Прозрели всякие там Арестовича, которые последние полтора-два года только и делали, что облизывали этого Зеленского. А здесь вдруг осмелел, оказался за пределами Украины и, вы видите, прозрел. Такую же теорию о невидимой руке Запада в истории с Арестовичем продвигают и глашатые белорусской пропаганды. И сейчас им играет кто-то другой. Кто, ну, может англичане, может американцы, может европейцы пытаются через него провести свою политику. Но то, что он не самостоятельная фигура, это как бы вообще априори. Не вызвал удивления Арестович и у оппозиционно настроенных россиян. Публициста-писательница Екатерина Марголес заподозрила бывшего советника в связях с Россией. Как всегда, бездонна нарциссична в своей манипулятивности. Желание угодить старшему брату. Поразительно цинично для человека, да, проявившего смелость в первые дни бок о бок с Зеленским, Залужным и другими. Но ни дня не бывшего на войне. А вот политолог Абаз Галямов считает, что в случае заключения мира, как предположил Арестович, все стороны что-то обретут. Арестович сделал ставку на то, что и украинцы, и россияне, и Запад устали от войны. Хотя бы частично утратили веру в конечный успех и готовы урезать свои первоначальные требования. В случае реализации этой идеи все что-то потеряют, но что-то и приобретут. Украина утратит часть территорий, зато вступит в НАТО, получит гарантии, что нападение не повторится. Путин получит территорий, хотя, конечно, в смысле членства Украины в НАТО ему придется проглотить горькую пилюлю. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что экс-советником Офиса президента Алексеем Арестовичем уже занимается СБУ. Мария Александрова, Белсад.